Многие стоят перед выбором, куда же съездить отдохнуть, в Сочи либо в Турцию. И постоянно, когда я выпускаю в блоге какие-то видео о Сочи, постоянно пишут, что здесь сделать лучше, съездить в Турцию отдохнуть. И вот сегодня у нас будет тема именно о Турции и о Сочи. То есть сравним два курорта, посмотрим какое ценное образование, обсудим все плюсы и минусы как в Сочи, так и в Турции. Потому что я там был, отдыхал несколько раз, для меня это все знакомо. Так что смотрите видео до конца. Будет, я думаю, что полезно именно тем, кто собирается отдохнуть где-нибудь на море. Надо понимать, что чтобы полететь в Турцию, вам нужен загранпаспорт, поэтому в Сочи здесь выигрывает. В Сочи многие приезжают на своем транспорте, может быть кто-то и летит, у кого-то, допустим, уже нет этого загранпаспорта, либо не хочет делать, либо по каким-то причинам нельзя выезжать за границу, такое тоже возможно, и каким-то сотрудникам, у кого-то секретки и так далее. Мы сейчас с вами сравним бархатные сезоны в Адлере, которые располагаются у нас в Эмеретинке, без питания, потому что с питанием там практически нет предложений, и сравним именно в Турцию. Возьмем, допустим, Анталию, Аланию, какие-то из этих курортных городков, и посмотрим, там уже с питанием все включено. Почему именно с питанием все включено в Турции? Потому что без питания там разница будет небольшая и неактуально будет. Ехать в Турцию, покупать отель без питания все включено, это полнейшая глупость, потому что там питание за пределами отеля достаточно дорогое, поэтому мы будем сравнивать именно с такой разницей между нашим курортом, где без питания, а у них курорт вместе уже все включено. Итак, поисковик нам слетать.ру показывает самый доступный из вариантов 36 582 рубля. Это у нас бархатные сезоны стоят в Адлере, и по системе все включено. У нас есть, правда, 8 ночей 53 тысячи рублей в Турции. Тоже вылет все из Москвы, на двоих все включено. В общем, тоже Анталия, город, вот такая разница. Нехитрым способом калькуляции я посчитал, что двое взрослых в день будут питаться отдельно, именно мы говорим о Сочи. Завтрак примерно стоит около 150 рублей, то есть на двоих у вас выйдет 300 рублей, это в день. Обед в среднем выходит 300 рублей, то есть на двоих 600. И ужин, пусть чуть побольше будет, ну, грубо говоря, 400 на человек, это 800 рублей в день. Складываем цифру, получаем 1700 рублей в день, вы тратите на двоих на питание, это, ну, в принципе, достаточно. Но сюда не входят у нас алкогольные какие-то напитки. Здесь мы смотрим, то есть на питание за 7 дней вы тратите порядка 12 тысяч рублей. Ну, грубо говоря, если у нас разница между Анталией и Сочи 53 тысячи 36, это 17 тысяч рублей, то есть у нас выходит на питание, здесь мы тратим 12 тысяч. Но так как там алкашка включена, то мы возьмем, ну, 5 тысяч за неделю там пиво упиться, либо взять что-нибудь там в Дьютифри, там, не знаю, кстати, в Сочи тоже можно в Дьютифри зайти через границу, купить качественного алкоголя. Но, в общем, 5 тысяч рублей, я уверен, что на неделю хватит упиться просто напрочь. Поэтому здесь у нас по питанию все сходится. Единственный нюанс, это качество питания. Тут надо будет поговорить отдельно, мы сейчас съездим на пляж, посмотрим, какие там есть столовые. Вы знаете, в Турции, если вы уже отдыхали, вы примерно понимаете, что там отдых, он менее активный. Почему? Потому что вы находитесь на территории отеля, пусть даже отель, ну, неплохой. Если мы, конечно, сравним три звезды, то территория там будет, конечно же, скромная. Дай бог, если будет там первая линия береговая, то все равно придется идти. Но здесь они на равных, да, бархатные сезоны, русские дома находятся. И в первой береговой линии это вторая. Но, тем не менее, посмотрите, вот эта местность, где, ну, так и расположен, так сказать, этот отель. То есть это Эмеретинская низменность. Понятно, что здесь пешком далековато будет идти, я все понимаю. Но, тем не менее, это 7-километровый пляж. То есть и 7-километровая набережная, по которой можно не только прогуливаться. Вот с правой стороны вы видите уже, где фонарные столбики, это все уже идет набережная. Ну и покататься на велосипедах, взять самокат. В конце концов, взять и машину на прокат. Я на прокат машину брал, когда мы отдыхали в Алании. Вот, но, понимаете, сложно понять, то есть там, какие у них правила, то есть, что можно, что нельзя. Там тоже есть свои какие-то определенные нюансы, определенные штрафы, к которым мы не привыкли. Опять же, там дорогой бензин. Ну, в общем, конечно же, взяв машину в аренду, мы съездили там по нескольким определенным экскурсиям, которые самостоятельно прошли, да, без экскурсовода. Просто посетили те места вдоль, так сказать, побережья ехали. Мы сэкономили порядка 200 долларов, то есть, ну, на тот момент долларов, да, все мы брали с собой. Вот, но здесь-то тоже можете самостоятельно что-то посмотреть. Вот сейчас мы едем в районе Олимпийского парка. Впереди у нас Сочи парк, то есть, это для детей, так сказать, Диснейленд, где можно отдохнуть, где действительно будет нескучно ребенку, если вы выбираете именно Эмеритинский пляж. Соответственно, конечно же, вот именно в Сочи вы себя чувствуете все равно как дома, потому что, ну, здесь и медицина, так сказать, привычная, да, у вас тут полис, все такое, то есть, нет переживания такое, что мало ли что-то может случиться. И опять же, Сочи чем отличается от Турции? Плюс в Сочи то, что можно доехать на автомобиле, ну, по крайней мере, россиянину, да, то есть, удобно, туристу. И также можно доехать железнодорожным транспортом. Это именно для тех, кто боится ехать, летать, вернее, на самолете. Есть такая категория людей, они из-за этого не посещают за границу, поэтому здесь, в Сочи, за счет таких, так сказать, людей, которые боятся, за счет их фобии, бьет рекорды по посещаемости этого курорта. Поэтому в Сочи, конечно, все более, каждый-каждый год он все более-более начинает развиваться. Если как жабы валятся там на море, допустим, и никуда не ходить, пить пиво дешевое в Турции, то, конечно, да, бывают такие люди, которые устали, они не хотят активного отдыха. В Сочи у вас все-таки будет активный отпуск, однозначно. Вы будете ходить пешком на море, а это не первая береговая линия. Если мы обсуждаем именно вот этот, эти два сравнения отелей, да, опять же, как минус, допустим, здесь, в Сочи, бассейна нет. Те отели, которые имеют бассейн, они на порядок дороже, то есть мы их не сравниваем, поэтому если там брать пятизвездочный какой-нибудь бридж-резорт и так далее, то там и ценник будет, ну, достаточно дорогой. Поэтому в Турции здесь, конечно, по сервису гораздо удобнее. Не захотел идти в море, либо не погода, такое тоже случается и там, и там, шторм, там дождь и так далее, то можно отдохнуть у бассейна. Здесь в Турции, конечно, большой жирный блюз. Вот. А в каких-то из отелей, даже недорогих в Турции, есть баня, то есть там у них там есть сауна какая-то, хамам там, например, да. Не знаю, у нас, конечно, такого нет. Вот в бархатный сезон, куда мы едем. Вот. Это тоже, как бы, один из минусов для сервиса, для сервиса, который, ну, конечно, вроде как и необходим, но тут турки, как бы, стараются завлечь именно не только российского туриста, но и иностранца, который привык отдыхать в разных странах и привык получать именно такой вот сервис. Ну, в Сочи, к сожалению, именно в таких вот, в отелях прям, хамамы там, сауны и так далее, это только уже не трехзвездочные. А вот в Турции есть даже с трехзвездочными отелями таким, может быть, они какие-то не очень там крутые, но тем не менее. Что касается питания. Вы знаете, в Турции вот это питание, все включено, оно даже в трехзвездочном отеле, который мы с вами рассматриваем, постоянно не хватает мяса. Вот видно, что и мужикам, и всем, вот, то есть, ну, здорово. Мужикам хочется кусок мяса, и мне всегда хотелось. Я люблю мясо, я ем его, и курицу, и мясо, то есть, и рыбу. Но постоянно в Турции с этим беда, они то ли не тратят деньги, то ли у них, я не знаю, с чем связано, вот напишите в комментариях. Вот сейчас мы приехали в совхоз Россия, именно там, где расположен русский дом, и чуть дальше сейчас проедем. Я вам показываю, что здесь в столовых, ну, просто тьма. Выбирай на любой вкус. Русская кухня, кавказская кухня, все готовят, все. Даже есть столовые недорогие, о чем я говорил, там за 300 рублей, там, к примеру, запросто вы покушаете. Вот Bridge Resort, допустим, вот этот, он, конечно, отличается уже и территорией, и так далее. А вот здесь вот, пожалуйста, есть кафешки, даже семейные, так сказать. Вот это вот нам очень понравилось, столовая, столовая Грация. Там большие плазменные телевизоры. Для детишек есть высокие стульчики такие детские. И мультики «Карусель канал» всегда показывает, и они смотрят и кушают, что очень-очень удобно. А вот на ваших экранах впереди как раз-таки и есть вот эти вот сеть отелей «Бархатные сезоны», которые мы с вами рассматривали. «Русский дом». Их три секции, то есть есть Екатерининский квартал, он самый близкий к морю, «Русский дом» и «Чистые пруды». Вот мы с вами за вот эту сумму, которую с вами обговаривали, за 36 тысяч рублей, это именно будет вот такой вот отель. Территория там, кстати, тоже хорошая. Там есть детские игровые площадки. Сейчас мы немножко попробуем туда подъехать, я вам покажу. То есть территория огороженная, то есть там тоже можно и на велосипеде гонять, есть парковочные места, если вы вдруг на автомобиле, к примеру, приехали. То есть равнина и общая территория, то есть вот именно этих парков на сезон много корпусов, но вы можете также под охраной все, то есть дети никуда не уйдут, но вы видите там и детские игровые площадки, ну все-все-все в принципе есть. То есть похоже, похоже все как по европейским вот этим стандартам, естественно, это так и строилось. Вот, ну а сейчас мы с вами посмотрим, какой же у нас в Меретинке пляж. То есть сравним, ну вы сами сравните, так сказать, напишите в комментариях, действительно она отличается там и так далее. Кстати, есть такой еще момент по поводу трансфера, да, но вот что касается трансфера, тут уже российские наши туристические агентства прям переняли все, всю технологию, то есть встречи, провожание, все как положено. То есть здесь и автобусы, и сервис, они на одном, так сказать, уровне. То же самое касается обслуживающего персонала, уборки там, в общем. И там, и там могут, ну так сказать, где-нибудь что-нибудь украсть там и так далее. Я не считаю, что как бы это панацея, но комфорт самих отелей, то есть того же трехзвездочного отеля, как в Турции, так и здесь, они на одном уроке. То есть я не скажу, что где-то там хуже, здесь лучше и так далее. То есть, ну, в принципе, я вот посмотрел и сравнил, и здесь, и там отдыхал. То есть все одинаково, сравнивать тут какие-то минусы выгораживать нечего. Вот, ну сейчас мы с вами подъехали к пляжу. Сейчас посмотрим, как он у нас выглядит. Вот мы с вами видели сеть отелей «Бархатный сезон», но это Екатеринский квартал. То есть русский дом, он чуть-чуть подальше получается. Но все равно пешком идти до вот этого пляжа, ну, минут, наверное, 10. Все подтвердят, кто отдыхал. Вот, а также пляж он открытый, без каких-то волнорезов, без железнодорожных путей, без летающих самолетов, как, допустим, в центре Адлера, если кто не знал. Вот это вот, собственно говоря, вот набережная с прорезиновым таким покрытием для беговой дорожки и двигающихся вот этих велосипедистов, 7 километров составляет. В той стороне у нас как раз Олимпийский парк, а вот в той стороне у нас Абхазия. И вот он, собственно говоря, пляж. Вполне себе нормально оборудован, со спасателями. Чистый, нормальный, нормальный, галечный, со спуском для людей с колясками. Вот так он выглядит. Еще один из плюсов и минусов, так сказать, да, плюс в Турции в том, что если у вас, вы приезжаете в отель, у вас там есть определенный кусок пляжа, который выделен под этот отель, и там включены уже зонтики, шезлонги, то здесь придется потратиться. Примерно средняя стоимость около 100 рублей, там 150 рублей, в зависимости от сезона. И зонтик там, ну, по-моему, 100 рублей или 150 один лежак. То есть в день вам придется тратить в Сочи. Вот, это может быть, конечно, для кого-то минус. Но, опять же, смотрите, если вы приезжаете в Турцию, вы привязываетесь к одному месту. То есть вы заплатили, вы никуда не двигаетесь. Здесь, в Сочи, допустим, ну, если активный отдых любите, то необязательно привязываться к все включено, да. То есть если, допустим, в Турции мы рассматривали, что все включено и никуда ездить не надо, то есть там и вы постоянно на завтрак, обед и ужин ходите, то в Сочи, допустим, когда вы берете отель без питания, вы уже можете посетить, допустим, там Красную Поляну, съездить в центр Сочи, у Морпорта погулять, куда-то, допустим, съездить в Абхазию, там на денечек, к примеру, да. И при этом вы не переплатились за питание. За питание, которое вас, так сказать, принуждает к определенному графику посещения. Вот это, конечно, неудобно. Ну и опять же, посмотрите, детишкам все-таки есть где здесь порезвиться, потому что есть и вот такие аттракционы, это может быть, конечно, платно, но, по крайней мере, в Сочи все для этого тоже есть. Вот такой вот пляж. Самое интересное, что не впадает в море никакие здесь речушечки, никакие ручки, все проходит через очистные сооружения, поэтому он считается одним из самых лучших пляжей Сочи. Ну, пожалуй, для меня это самый лучший. Ну, конечно же, еще самое важное, это безопасность. То есть, где вы будете себя безопаснее чувствовать. Например, допустим, в России я себя чувствую более безопасным, потому что у меня здесь все права, так сказать. У меня здесь русскоязычное население, я всегда здесь могу найти каких-то земляков, перечислить какие-то деньги и так далее. Ну, в общем, как-то вот все равно у себя на родине всегда люди чувствуют себя более спокойно. А за границей, конечно, надо быть более аккуратным, в общем, тоже с паспортами быть аккуратнее, да, с людьми быть аккуратнее. Все-таки у себя дома здесь можно что-то себе лишнее позволить, там уже нельзя там своей традиции. В общем, вот такое сравнение с Турцией. Напишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, правильно ли я сделал, сравнил эти два курорта. Вот, на мой взгляд, конечно, в Турции можно отдохнуть дешевле, но не круче, на мой взгляд. Ну, хотя у вас мнение может быть совершенно другое. Жду ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok